всем привет сегодня будем готовить тушеную капусту со свиными ребрышками думаю это простое вкусное блюдо любят все и каждая хозяйка тушит капусточку по-своему предлагаю вашему вниманию мой рецепт приятного просмотра нам понадобится свиные ребрышки капуста белокочанная томатная паста соль перец сахар подсолнечное масло и лучок количество я укажу в описании под видео чисто вымытые ребрышки разрезаем на кусочки между косточками и промакиваем бумажным полотенцем чтобы убрать все капельки воды иначе будем погружать в раскаленное масло которое может брызгаться и даже получить ожог можно так что лучше промокнуть хорошо салфеточками или полотенцем не нужно разогреваем глубокую сковороду вливаем туда сразу масло чтобы она тоже хорошо нагрелась и перекладываем туда подготовленные ребрышки салфеточки всех сторон на сильном огне до образования румяной корочки как с одной так и с другой стороны пока ребрышки жарятся займемся подготовкой овощей лук нарезаем мелкими кубик капусту меленько шинкуем для удобства разреза на две части и теперь буду шинковать ножом если есть специальная шинковка можно ею воспользоваться перекладываем капусту в миску добавляем в капусту соль и хорошенько мнем ее руками до выделения сока если у вас капуста молодая тогда не надо ее мять иначе она при тушении превратится в кашу хорошенько с усилием чтобы капуста немножко в объеме уменьшилась и сок добавим потому что тушить мою будем без всякой воды затем капусту перчим добавляем томатную пасту измельченный лук и хорошо перемешиваем чтобы паста распределилась равномерно по всей капусте перекладываем подготовленную капусту в сковороду с обжаренными реброчками если у вас нет сковороды с высокими сбортиками можно тушить в казанчике или в сотейнике в любой удобной для вас посуде но обязательно стоит стремление если даже немножко больше получается сборкой ничего страшного капуста тушится и ничего у нас не вытечет ничего не надо накрываем крышкой и тушим на медленном огне до мягкости капусты периодически содержимое сковороды перемешиваем прошло 40 минут капуста дошла практически до нужной кондиции посыпаем ее сахаром можно попробовать на этом этапе также досолить немножко если не хватает соли доперчить если надо перемешиваем накрываем опять крышкой и тушим еще минут 5-7 вот и все тушеная капуста со свиными ребрышками готова приятного аппетита и пусть вам будет вкусно если вам понравился рецепт ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал